Люцифер, Фосфор, Иштор, Деница – все эти звучные имена принадлежат одному и тому же небесному телу – Венере. Будучи третьим по яркости объектом земного небосвода, эта планета всегда привлекала внимание исследователей. Плотные, непрозрачные облака, скрывающие ее поверхность, долгие годы будоражили фантазию наблюдателей, заставляя их воображать себе то бескрайний океан, то густые джунгли, заселенные чудовищами. Реальность оказалась гораздо более сложной и жуткой, чем эти наивные представления. Так что же прячет от нас Венера на самом деле? Венера – вторая планета нашей системы по удаленности от центра. Она расположена в ноле целых 72 сотых астрономической единицы от Солнца, а ее орбитальный цикл равен примерно 225 земным суткам. При этом каждые 584 дня дистанция между Венерой и нашей планетой сокращается до минимальной и составляет приблизительно 0,25 астрономической единицы. Примечательно, что во время данного события небесное тело всегда повернуто к Земле одной стороной. Однако до сих пор достоверно неизвестно, обусловлен ли данный факт приливным воздействием нашей планеты или является простой случайностью. По своим физическим характеристикам Венера во многом похожа на Землю. Ее средний радиус составляет 6052 километра, или 95% от земного. А масса равна 4,87 умноженным на 10 в 24 степени килограммов, что соответствует 0,82 от аналогичного показателя нашей планеты. Венера делает полный оборот вокруг собственной оси примерно за 243 дня, а ось вращения планеты наклонена под углом в 3,4 градусах плоскости эклиптики. Долгое время Венера скрывала от исследователей свой истинный облик за плотной атмосферой и густыми облаками. Это привело к появлению самых фантастических гипотез и предположений. Некоторые из них располагали под непрозрачным покровом планеты высокоразвитую цивилизацию, другие рисовали картины мира, наполненного причудливой жизнью. Однако до определенного момента эти представления были обречены оставаться всего лишь догадками. Развитие космических полетов и технологии радиолокации позволило совершить огромный скачок в данном вопросе. Оказалось, что радиоволны определенного диапазона свободно проходят сквозь газовую оболочку планеты, отражаясь от твердых скальных пород. Благодаря данному эффекту еще в далеком 1978 году космическим аппаратом «Пионер Венера-1» были составлены первые карты Венеры. Чуть позже эти сведения были дополнены советскими автоматическими станциями, однако точность полученных схем не превышала 1-2 километра и позволяла обнаружить только самые крупные формы рельефа. Поэтому к небесному телу был отправлен исследовательский аппарат «Магеллан», представлявший собой большой специализированный радиолокатор. В период с 1990 по 1994 год он передал на Землю снимки 95% поверхности планеты, причем их разрешение составило порядка 120 метров. Сведения, полученные Магелланом, до сих пор считаются наиболее полными и точными данными о рельефе Венеры. Однако прежде чем говорить о поверхности планеты, необходимо понять ее внутреннее строение. Согласно наиболее достоверной и проработанной теории, в центре Венеры расположено металлическое ядро, масса которого составляет порядка 25% от общей массы небесного тела. Наблюдения показывают, что планета не имеет собственного магнитного поля, а значит ее ядро скорее всего находится в твердом состоянии. Оно окружено расплавленной силикатной мантией глубиной около 3000 км. Верхняя ее часть образует твердую кору, средняя толщина которой составляет порядка 16 км. Считается, что по причине высокой температуры и высокой вязкости пород, литосфера Венеры не образует тектонических плит, из-за чего ее геологическая активность существенно отличается от земной. Кроме того, на поверхности данного космического объекта сравнительно мало крупных ударных кратеров, а огромные пространства занимают базальтовые равнины, образованные застывшей лавой. Некоторые формы рельефа, обнаруженные на Венере, характерны только для нее и не встречаются более ни на одной планете Солнечной системы. Например, к ним относятся тессеры – сильно изрезанные гористые участки, отдаленно напоминающие черепицу. Другими уникальными формами рельефа планеты являются арахноиды и венцы – круглые или овальные структуры, диаметр которых достигает сотен километров. Внешне они похожи на ударные кратеры, однако, в отличие от них, являются следствием тектонических процессов, а не падения космических тел. Даже на предварительно обработанных фотографиях Венеры неподготовленному зрителю довольно трудно заметить какие-либо особенности ее рельефа. Поэтому давайте воспользуемся высотной схемой поверхности планеты, на которой области разного уровня выделены контрастными цветами. В первую очередь в глаза бросается самый крупный возвышенный регион Венеры, который получил название Земля Афродиты. Подобные области можно считать условными материками планеты. Земля Афродиты представляет собой протянувшуюся вдоль экватора небесного тела гигантскую территорию с крайне сложным гористым рельефом. По разным оценкам ее длина составляет до 18 тысяч километров, а ширина – порядка 5 тысяч километров. В зависимости от метода определения границы материка, его площадь оценивается в пределах от 29 до 41 миллиона квадратных километров, что сравнимо с площадью Азии. При движении над Землей Афродиты можно выделить три обширные области – Атлы, Тефии и Овды. Первая из них расположена в восточной части материка и примечательна тем, что на ней расположен самый высокий вулкан Венеры под названием Маат. Расстояние от его подножия до вершины составляет порядка 5 километров, а общая высота горы над средним уровнем поверхности небесного тела по разным оценкам достигает от 8,3 до 8,8 километра. В настоящее время вулкан не активен, однако есть свидетельства, что он извергался относительно недавно по геологическим меркам. Об этом говорят как четко выраженные застывшие лавовые потоки, так и отсутствие на склонах вулкана ударных кратеров. В западной же части Земли Афродиты раскинулась область Овды, которая является крайне интересным регионом с точки зрения тектонических процессов. Ее горные хребты расположены в разных направлениях, это означает, что на кору действуют сразу несколько деформирующих сил. Кроме того, здесь обнаружены глубокие трещины со следами излияния лавы, которые можно считать, пожалуй, самыми необычными вулканами на планете. Если отправиться еще дальше, на запад, к самому краю материка, то можно обнаружить предполагаемые точки спуска четырех зондов серии Венера, два из которых были уничтожены атмосферой планеты еще до того, как достигли ее поверхности. Все эти локации расположены в южной части огромной низменности, которая носит название равнины Гвеневры. Она протянулась на многие тысячи километров и не размерами земли Афродиты. Несмотря на то, что данная область называется равниной, ее рельеф представляет собой сложное сочетание самых разных геологических образований. Предполагается, что тектонические силы в течение многих сотен миллионов лет сминали кору планеты, формируя хребты и складки. Одновременно с этим изливающаяся из трещин лава растекалась и застывала, заполняя низменности гладкими базальтовыми равнинами. В итоге данный регион изобилует как довольно плоскими участками, так и хорошо заметными возвышенностями. В западной части равнина Гвеневра граничит с так называемой областью Бета. Так как на снимках эта обширная территория выглядит очень яркой, она стала одной из первых деталей рельефа планеты, получившей собственное название. Область Бета представляет собой возвышенный регион сравнительно округлой формы диаметром около двух с половиной тысяч километров. В восточной ее части покоятся останки исследовательских зондов Венера-9 и 10 в далеком 1975 году, подаривших нам первые фотографии поверхности планеты. Кроме того, ими были измерены параметры атмосферы и состав грунта, который оказался близок к земным базальтам. На основании этих данных предполагается, что область Бета является крупнейшим вулканическим массивом Венеры, поэтому вероятность обнаружить здесь действующие вулканы наиболее высока. Наш дальнейший путь лежит на север. Ко второму по размеру условному материку Венеры под названием Земля Иштор. С запада на восток его протяженность составляет порядка восьми тысяч километров, а с севера на юг – около двух с половиной тысяч. Площадь региона приблизительно равна восьми с половиной миллионам квадратных километров, а значит Земля Иштор лишь немного больше Австралии. В её центре расположена высочайшая горная система Венеры – горы Максвелла. Они возвышаются на 11 километров над средним уровнем планеты и на 7 километров над ближайшим окружением. Самая высокая центральная часть этого региона представляет собой относительно плоское плато размером примерно 400 на 200 километров. Перепад высот на нём не превышает полутора километров, поэтому из-за невысокой точности измерений выделить отдельные вершины очень сложно. Примечательно, что горы Максвелла – самый холодный регион планеты. Температура здесь составляет всего лишь около 380 градусов Цельсия, а атмосфера примерно в два раза более разрежена, чем у поверхности. Тем не менее, она всё ещё в 44 раза плотнее земной. Кроме того, на снимках этот регион выглядит очень светлым, а значит поверхность вершины склонов, скорее всего, покрыта неким веществом, хорошо отражающим радиоволны. Предполагается, что это могут быть соединения различных металлов с примесями серы, например, перит, гематит или голенид. Эти вещества способны испаряться с поверхности низменностей под воздействием высокой температуры, а затем оседать в более прохладных горных регионах в виде мелких крупинок, подобных снегу. Изучая поверхность Венеры, невольно задаёшься вопросом. Неужели все эти удивительные и загадочные места так и останутся непокорёнными человеком? Есть ли шанс, что когда-нибудь мы оставим след на поверхности этой планеты, столь близкой и столь неприветливой? Ведь атмосферное давление на Венере примерно в 93 раза превышает земное. А температура возле поверхности планеты составляет в среднем 737 Кельвинов или 464 градуса Цельсия. Подобные условия настолько экстремальны, что даже автоматические зонды, созданные специально для изучения Венеры, способны продержаться в строю не более часа. Предположение возможности терраформирования планеты и вовсе кажется фантастикой. С другой стороны, в атмосфере Венеры есть слои, температура и давление в которых близки к земным. Ещё в прошлом веке были высказаны идеи о возможности создания обитаемой базы, парящей в газовой оболочке планеты на специальных аэростатах. При этом практическая возможность реализации подобных проектов остаётся под вопросом. В любом случае, Венера ещё ждёт своих героев. И рано или поздно её секреты будут раскрыты. Друзья, разумеется, в пределах одного выпуска невозможно подробно осветить столь глобальную тему. Множество интереснейших фактов остались за кадром, и если вам хотелось бы узнать о них, напишите об этом в комментариях. Поддержите нас лайком, если вам понравился этот ролик. И... услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!